Устаревший подъемник на горнолыжной базе «Дельвейс» в Петропавловске заменят двумя современными. Власти уже приняли решение о приобретении и установке буксировочной канатной дороги «Бугельного типа» взамен аварийной длиной почти один километр, а также новой малой буксировочной канатной дороги длиной 406 метров. Старое здание приводной станции старого подъемника. Этот подъемник был установлен еще в 1974 году, чехословацкого производства. Конечно, он уже свое отслужил. И наша задача взамен вот этих вот старых опор, взамен этого старого здания поставить новый современный подъемник, который с увеличенной пропускной способностью позволит всем категориям занимающихся подниматься на самый верх горы и производить тренировочный процесс. Территориально новые подъемники будут расположены примерно в той же зоне, где стоял старый подъемник, и позволит спортсменам на двух очередях, то есть используя два подъемника, подниматься даже выше того места, куда подходил старый подъемник. Малая буксировочная канатная дорога предназначена для комфортной доставки спортсменов и отдыхающих от зоны финиша до нижней станции основной канатной дороги «Бугельного типа». На этой схеме мы видим эти два запланированных подъемника, которые мы собираемся устанавливать на базе «Дельвейс». Один будет идти снизу до середины склона. Выйдя с этого подъемника, мы попадаем на посадку следующего подъемника, и с его помощью мы поднимаемся на самый верх горы «Дельвейс» и можем использовать все склоны, все протяженности для занятий. Кроме того, в этом году на горнолыжной базе приступят к строительству системы искусственного снегообразования. После обращения к губернатору Камчатского края Владимиру Викторовичу Солодову с просьбой о выделении денежных средств и помощи в строительстве системы искусственного снегообразования, получили полную поддержку, и этот проект начинает реализовываться. Мы планируем смонтировать на базе «Дельвейс» систему искусственного снегообразования. Это очень важный этап, как в подготовке спортсменов любого уровня. Причина, она проста. Весь мир, все спортсмены-горнолыжники всего мира, они стараются тренироваться только на искусственном снегу. Физико-химические свойства искусственного снега, они отличаются от естественного снега. Плотность искусственного снега, она порядка в два-три раза выше, чем у естественного. И мы можем не только увеличить сезон, зимний сезон, то есть начинать не в середине декабря, как сейчас, а с ноября месяца, и по май месяц заниматься именно тренировочным процессом. Сергей Петров добавил, что сегодня члены сборной команды «Полуострова» вынуждены выезжать на тренировочные сборы в другие регионы страны. На сегодняшний день спортсмены, члены сборной команды Камчатского края ездят на тренировочные мероприятия. В основном это Южный Урал, Челябинская область, Магнитогорск, Абзакова. При наличии у нас на базе своего искусственного снега мы можем эти же самые тренировочные мероприятия проводить у себя. Отметим, в прошлом году на горнолыжной базе уже установили подъемник ленточного типа нового образца, работающий как эскалатор и рассчитан на детей с трех лет. Редактор субтитров А.Семкин